Всем привет у микрофона Каби, добро пожаловать на Dreamhack Fall, а точнее на его европейский этап. Мы с вами находимся в финале, в финальном дне вернее, сам прям финальный финал еще впереди. Но это финал нижней сетки, здесь будут играть, как обычно, в сетке лузеров, будут играть два терана. В левом верхнем углу в роли красного лузера появляется Хиромарин и в роли синего лузера справа внизу Клем, ну в смысле терана, конечно. Победителя ждет Сэрол, у него будет преимущество в одну карту, как это обычно и бывает, над тем, кто придет из нижней сетки. Ну и серия сама по себе там будет в формате до трех побед. А, погодите, до четырех, там было семь, да, было семь с преимуществом в одну карту. Хороший формат, который позволяет, с одной стороны, дать все-таки Винеру это преимущество, ну типа, он же там не проиграл еще ни одной карты, все дела. А, с другой стороны, ну сделать матч не слишком балансным для того, кто играет и проходит через нижнюю сетку. Так что, вроде бы, формат хороший. Ну, вы уже, наверное, сообразили, что это топ-3 турнира у нас осталось. И четвертое место занял в этом, соответственно, рейтинге не Рейнер, как можно было бы ожидать, а Макс Пакс. Рейнер вылетел чуть раньше, но Рейнер доигрывал турнир не из дома, такая была у него странная история, что он поехал куда-то на отдых вроде бы. И, соответственно, турнир играл непонятно откуда, из отеля с Wi-Fi или еще как-то так. Ну и в итоге, в принципе, все равно хорошо поборолся, но не втащил в матче с Клемом. Проиграл 2-3, вылетел в его, не будет на финальном турнире. На прошлом финальном турнире не было Сэрала, а на этом финальном турнире не будет Рейнера. Вот такая вот судьба турнирная у них. Ну, собственно, они уже успели сыграть друг с другом в Венерах. Вообще, я думаю, что я сделаю некоторую хронологию, у меня не было возможности постримить предыдущие матчи и этапы Челленджера. Но, скорее всего, я их запишу потом отдельно и на Ютубе выложу все это в хронологии. То есть, этот финал будет в самом конце. Вот, и, видимо, он выйдет, соответственно, не завтра. Завтра выйдет что-нибудь другое, но у нас там ESL Open Cup, Корея начинается на этой неделе. Короче, будет что посмотреть. Ну, а пока смотрим ТВТ. Я все никак не могу понять, почему у меня так странно. А, это может быть как-то типа импенденс, так называемый, влияет. Давайте я жахну громкостью побольше, у вас мало чего изменится. А вот я вообще начну слышать звуки игры, потому что как-то уж очень тихо их отдают. Ну, так, вроде бы норм. Через двух риперов открывается Хиро Марин. Его Гиллион подъехал. А, нет, погодите, почему два? Четыре рипера Гиллион, а у Клема, соответственно, такой же сетап, но все поехало вместе. А Хиро Марин такое чувство, что специальное отправил не вместе. В итоге он чуть раньше приезжает в Харас. Да, тут три рипера, два Гиллиона. А там типа четыре плюс один, но еще два достраиваются. Интересный такой вариант размена стартовыми юнитами. Но командный центр Хиро Марин пока не достроил. Там вообще ставится третий ГАЗ уже у Клема. Хиро Марин, ну, пока непонятно, планирует ли, по идее, Террен и всегда планирует, потому что Рейвен нужно. Но у Клема его ЦЦ готов, и даже Орбиталка готова, он уже бросает. Мул, отбился он нормально, выходит первый Циклон. А здесь есть юниты, которые остались у Клема, которые не стали дожидаться Циклона Хиро Марина. И, соответственно, они возвращаются и помогают тут отбиться. Итоговые боевые лимиты совершенно равны, количество рабочих тоже. Проигрывает Хиро Марин только в тайминге Орбиталки. Это тайминг Мулов, это, ну, по идее, инком. Да, заказан Рейвен. На бусте врывается Клем со своим Циклоном. Прешил воспользоваться тем, что у него Циклон будто бы чуть-чуть раньше. Но в итоге профокусил Медиваг Хиро Марин. Не знаю, вообще, осознанно или нет. Но Циклон ему тут здорово помог. У Клема, видите, очень такая аркадная была задумка. Она, наверное, могла бы сработать. Если бы, например, Морпехов с реактора не подстроил Хиро Марин. Так как сам Клем, видите, у него нет Морпехов. Ну, а тут они есть, да, соответственно. Хиро Марин отдал так-то 5 риперов в итоге. Но риперы это не то, что какая-то большая ценность. Клем их тоже в итоге отдаст. Вопрос только в том, что заберет за это. Ну, в итоге забрал 3 КСМ-ки. Неплохой вариант. Автоторель забирает еще парочку. Плюс там Саплай задержан. Ну, вроде бы уже как и неплохо. Прилетает рипер от Хиро Марина, тоже выживший какой-то. Но ничего толком не настрелял. Заберетает его Клем циклоном. Нам показывают, что у Гейба нет 3-го ЦЦ. Он выходит с двумя танками и циклоном в атаку. А Клем играет стандартное макро. Заказывает стимпак. Хиро Марин строит танки-викинги. То есть у него пуш-сетап. В сравнении с тем, что делает оппонент. Ну и опять они разминулись. Здесь Клем готов встречать. Вот ему бы танк этот подцепить. Он должен бы увидеть. Но хотя он не улетает заранее. Поэтому, честно говоря, вопрос. Видео мне непонятно. Склон цепляет именно Мула. Интересно, сознательно такое решение? Гейб принял или нет? Клем залетает, ставит автотурели, выбивает танк. Хотя там большие трудности у рабочих. Но здесь, естественно, тоже. Хиро Марин раскладывается. Все еще... А, у него там поставлен 3-й ЦЦ. И он его не отменяет. Да, спокойненько строит. Но рабочие-то тут, видимо, погибнут. Выходит танк. Будет раскладываться. Будет раскладываться. Викинги пока есть. Рейвена. Пытаются они добить. Непонятно, чем закончилось. Сам гейб поднимается наверх. Честно говоря, отменять стимпак даже такого большого смысла-то и нет. Но можно. У Клема все равно почти нет марпехов. Так что стимпак будет некому прожимать. Вот три пацана есть на районе. И все. Так, Хиро Марин попадает здесь в окружение. И его войска закончились. И войска Клема не делись никуда. Они стоят на том мейне. И Хиро Марин вынужден писать GG. Второй сайт карта Oxide. В правом верхнем углу появляется Клем. И слева внизу будет его соперник. Располагающийся на правой нижней вебке. Это Хиро Марин. Пытаюсь перезапустить стринг без задержки. Не очень понимаю, пока получается из этого что-то или нет. Что-то не тут коннектингу показывает. Разберемся. Пока давайте смотреть за опенингами. Барак в два газа. Тут вроде бы играют оба. Окей, пошел вроде поток на Twitch. Продублирую. Второй сайт карты Oxide. Ну и так понятно, сложно было запутаться. Одна карта всего позади. Клем впереди со счетом 1-0. Он справа сверху. И пока у нас одинаковые опенинги. Оба играют в два газа. Оба играют через рипера. Вот это вот манера Кьюра играет. Через четыре, ну а в его случае точнее пять риперов. Видимо стало мейнстримом. И очень многие термины сейчас используют этот подход. И вот иногда результатом становятся такие игры, как в первом сете. Мне до сих пор интересно, специально ли Хиромарин поделил свои войска или нет. Мне кажется, что нет. Но с другой стороны, очень сложно поверить, что игрок калибра Хиромарина не заметил, что его армия поехала не вместе. Может быть он заметил, но подумал, что тайминг важнее, чем он будет возвращаться, пересобираться. Ехать в одном направлении. Решил выиграть несколько секунд и отдал половину армии. Не знаю, может быть. Заказан второй рипер, заказан гелион. С той, с другой стороны, одно и то же. Пока у нас идет абсолютно зеркальное начало. Так, ну дальше реактор вместо третьего рипера у клемма. Разошлись все-таки дорожки. Хиромарин выходит, ставит старпорт чуть-чуть позже, из-за того, что... А из-за того, что я не знаю, что, по идее, у него... Гастон потратил 50 на рипер, но там тоже реактор был. Может быть, клемм где-то гелиона недозаказал. Но тогда он не делал второго гелиона, он ставил лабораторию. Видимо, у него раньше минералы были, просто из старпорта. Но я так понимаю, что он, наверное, вообще никуда не поедет. Хиромарин едет старыми добрыми. Три рипера, два гелиона. В свое время Аликс в начале Legacy of the Void пиарил этот билд. Это самый надежный билд на старте. Позволяющий или отбиться, или наказать. Выбивает Хиромарин одного гелиона. Но там подходят два морпеха с реактора. Вот после того, как морпехи подъехали, дальше уже размениваться они в плюс, потому что там выходит танк, выходят еще два морпеха. Хиромарин нашел возможность еще пару ксм. Как сжать, уже неплохо. Ну, в итоге он разведывал, да. Похарасил, да. Оказался ли в плюсе, вопрос спорный. Потому что, как бы, да, тут плюс два раба. Но здесь раньше танк. Хиромарин сам построил циклону извлечь. Пользуясь циклона, сложно. Все-таки циклон, это такая оборонительная история. Здесь клемм, ну пусть те перехватывает рипера. Очень красивый маневр. Стоит, конечно, много времени, но, тем не менее. Пока тем самым лукьяниновским магам без времени клемм не оказывается. Хотя, может, тут его прям дожимают. Викинг дает вижен. Циклон не ровен час прожмет зацеп, но на морпеху он таки прожал. Хиромарин полон намерением доедать эту армию. И добирает танк. Нет, погодите, танк вроде да. Есть второй. Пока не дотягивается он до этого циклона. Медивак на красных хп. Много красивого микро. Играя так мы с вами, у нас бы уже было по 2000 минералов. У пацанов все неплохо, но на третьей цецехе Хиромарина все же хватило. Так что... Нет, нет, да и, возможно, и подзавтыкал где-то. Но главная армия на точке сбора есть. Значит, все окей. Где уроки с джиннисом в той неделе? Начнем опять. Эту субботу было никак, поэтому пропустили. Морпех обнаружил этот выход от клемма. Клемма попозже третья цецехе, поэтому ему желательно бы тут или напрячь или хотя бы не дать перелететь пока. С либератором клемма пришла. Я смотрю, входит в моду ранний либератор. Членовое введение у терранов, да. Билд 5 риперов, быстрый либератор. Это прикольный пуш с либератором, конечно, очень много кликов. И, в принципе, хороший терран дает только одну тычку за раз, но... В смысле, что хороший терран перераскладывается быстро, и вы больше редко нанесете. Клемм выигрывает сражение в воздухе параллельно. Ну, а здесь танки уже потихоньку будут доставать наверх. Либератор этот, но... Подкрепление не даст выходить. Да, морпехам грустно. От старых друзей у них весточки нет. Не доходят они, грустят. Викинги тут у клемма продолжают что-то убивать, но... С рабочим очень надежно гей подбился. Потерял всего 4 штуки. За 2 танка, или даже 3. 3 там вроде было танка. Выглядит неплохо. В итоге клемм с гейбом перелетают одинаково на 3. Третья рабочих у Хиромарина все еще немножечко больше. Поевого лимита меньше, да. Но доставина оксиде это реализовать. Вот тут вопрос спорный. Клинт дает скан, раскладывается. Викинг красиво сдоджил выстрел. Приземлил его Хиромарин. Теперь уже более солидное количество рабочих погибает. Приходится им бросаться на викингов. Не самое классное сражение. Вроде гейб-то отбивается в итоге, но 16 ксм. С другой стороны он отстает на 6. Да, но отбивается, Леон. Очень интересный вопрос. Успел викинг добить медивак. Но морпех добил его. 5-6 газы. Хиромарин не спешит сдаваться. Он спокойненько продолжает раскачивать экономику. Прилетает еще один либератор. Ай, зачем разложился-то там же танк? Танк можно накрывать. Ой, морпехи на халяву до желтых хп. Либератора просаживают. Подлетает викинг. И в итоге клемм либератора отводит. По-добру, по-здорову. Викинга тут теперь вычинивают. Либератор достает до ксм. И до танка достает. Такой урон отхилить сложно. К тому же морпехи подошли. Стима и близко нет. И клемм допушивает. Окей, без перерывов двигаемся дальше. Третий сет. Карта 2000 атмосфер. Справа сверху клемм. Пока все прекрасно у него получается. Еще одна контактная карта. Может быть и она принесет ему успех. Кажется, будто клемм немного нервничает. Но сложно сказать. Может быть это наоборот. Такое правильное возбуждение. Правильный адреналин. Когда концентрируешься. С другой стороны клемм. Тут на одном из предыдущих интервью. Я интервью не смотрел. Но Уизарда видел выдержку. О том, что какой-то был у него там билд. Который он собирался играть еще раньше со Скиллоусом. Где-то в группе. Но забыл поставить второй газ. Поэтому пришлось сыграть другой билд. А этот билд типа остался на плей-оффе. Тут я прям понял, что видимо и с лучшими это случается. Не один только Каби. Так отыгрывает свои билды. Решаю, что все, делаю дабл-дроп. Потом, ой, что-то газа нет. Походу ставлю ЦЦ. Видимо, и с клеммом такое бывает время от времени. Зеркальные пока опенинги. Барк в два газа от обоих. Первый рипер от обоих. Хиро Марин с разведкой решил отыграть. Причем разведывает он прокси возле своей собственной базы. Да, и рипером, и рабочим. Но Клемм, впрочем, тем же примерно занимается. Он только рабочим не поехал. Он только рипером там решил покататься. Достроено факта. Тут Гелеон. А у Клемма пока... А, вот так вот он решил сыграть. Через быстрого циклона. Интересный какой-то билд. То есть тут на лаборатории получается... Перелетела факта после одного рипера. А там риперы с реактором. Там какая-то такая... Чуть более будничная история. Это вот, возможно, как раз пять риперов. Но не обязательно. То есть можно продолжить двумя морпехами. Точно так же тут. Смотря у Хиро Марина какая задумка. Но в любом случае билд через ранних двух циклонов. Если тогда там пять риперов, три Гелеона. Ну, как бы, по идее, билд Клемма контрит в хлам. То, что делает Хиро Марин. Прелести зеркалок. И ТВТ, в частности. И у ПВП есть такие приколы. Но в ТВТ может быть даже больше всего. То есть если ты играешь не просто надежный защитный дебют, то тебя могут ждать вот такие вот сюрпризы, которые приятными не назовешь. Хиро Марин еще молодец. Только одного Гелеона отдал. Остальными пока уезжает. Тут Грейт на зацеп, дальше Банш. А можно еще в скорость Банша и потом в мех? Ну, чтоб прям... По-взрослому. Не можно, скажет нам, наверное, Клемм. Отправляется Банша вперед. Ну, в итоге одной большой Клемм ограничился. И все, она полетит в Харас. И немножечко, наверное, в разведку. А тем временем у него там дальше переход стандартных Рейвенов, которые чуть-чуть попозже, чем у соперника. Но не более того. Удается перехватить Гелеона. Да, ну и Банша заходит очень неплохо. Тут есть Циклон, в принципе. Он ее просто прогоняет. Не более того. Она в любом случае уже сделала 4 фрага. Уже можно сказать, что окупилась. Тут подъезжает целых 3 Циклона. Но там Риперов-то прям вообще от души. И своих 2 Циклона уже есть. Внезапно это для Клемма было совсем не здорово. Классно. Прямо зонит она эту погоню. Клем впереди на 6 КСМ, правда. Наверное, он должен выводить где-то тут, раскладывать танк, что пуский проход выстрелит. Пока Клемм оттягивается назад к себе на натурал. Да, две инженерки. Мех это где-нибудь в другом месте. Пожалуйста, ищите. Горит Клемм. У нас во Франции тепло. Меха не в моде. У нас там в России прохладная история. Минус Циклон. Ой, тфу, минус Гелеон на Циклоне. Что, Хермарин в итоге со своими двумя Циклонами. Такой сетап у него 2 Циклона, 2 Рипера, 2 Танка, Рейвен. Вот сейчас еще есть 2 Викинга. Ну, Гейб, он на то и Гейб, да? Он не знает цифру 3. Тут как раз все логично. Что будут Циклоны фокусить? Стимпак, конечно же. Минус Стимпак. Там еще что-то отменили. Даже я не понял, что. Ну, наверное, барак очередной. Был поставлен. Там Хермарин параллельно приходит пушить в лоб. А тут вот даже и не пуш толком-то. Там 2 Циклона просто харасит. Все. Клем срывает рабочих. Но тут так много пехоты. Даже без Стимпака. 29 КСМ просто как с куста. Срывает Хермарин. Он Биг Гейб. Так что дотягивается до высоких веток. КСМ с кустов. Ему не проблема собирать. Ну, что, пехота закончилась. Танки отходят. Если как-то Клем их Циклонами перехватит. И вообще говоря, сам Хермарин тоже потерял 23. Между делом. Так что Клем не так, чтобы сильно-то и позади. Тут такие, конечно, Рейвены смешные. У меня есть энергия на автотурель. Веришь? Не верю. Оп. Выбрасывает он из рукава эту автотурель. Внезапно все время. Напоминает фразу из фильма... Ой, эту... Сцену из фильма «Управление гневом». Когда, помните, едут в такси. Девица. Хо-хоу, не девица. Трейвены тут такие же. У меня нет энергии. Хо-хоу, есть. И автотурель в лоб. И тут же приходится всем бежать. Почему? Потому что лимиты низкие. И автотурели чертовски эффективны. Говоришь, что такое. Сразу хочется на Невском запарковаться на встречке. Не знаю почему. Так действует воздух в Санкт-Петербурге. Ну, а на Клем воздух действует. Свой французский турнир-то онлайна. Сидит себе дома парень и раскатывает Хиро Марина. Интервью с победителем. Привет, Клем. Поздравления с победой. Думал ли ты, что это возможно, чтобы матч вот так закончился? Нет, нет, конечно. Я в целом опасался. Оппонента. И я подготовил пару билдов. Я думал, что если все пойдет удачно, то да, победить я могу. Но явно не ожидал такого. Думаю, что игры странные получились. Мы оба явно нервничали. Было много интенсивных таких моментов. По микро. Оба косячили, но было прикольно. Надеюсь, Хиро Марину тоже понравилось. Клем говорит, что всегда у него получается лучшая игра, когда он пушит постоянно и играет контактно. Защитная история не его тема. Но в любом случае эти игры просто получились странными. Вопрос, видимо, был про агрессивный стиль. Я пропустил вопрос. Вопрос про первый сет. Увидел ли Клем, что Хиро Марин вышел вперед? И то же самое и во втором сете. То есть ты планировал, что ты будешь его перехватывать на обеих картах? То есть вы там, получается, постоянно друг на друга, ну, бычили, шли в атаку? И интересно, планировал ли ты идти в эти размены там и так далее? Нет, на самом деле обычно я как раз плохо отыгрываю в размены в ТВТ. Что касается Романтицида, там, скорее всего, он просто провтыкал. Ну, короче, на самом деле обычно я плохо исполняю размены, но сегодня, наконец-то, мне повезло, я в них выиграл. Вопрос про оксид, где он пушил с либератором. Вроде бы у Хиро Марина было много наземных войск, но ты там либератора перераскладывал, подконтроливал воздух. То есть думаешь ли ты, что тут контроль воздуха так порешал? Мы вообще удивились, что удалось так быстро закрыть игру. Клемм говорит, ну да, это странный билд. Я играю типа медиваг в два викинга без Рейвена. Очень быстро забираю контроль в воздухе. Он еще и не построил циклона. И он отпушил меня там на старте, но там было странное сражение в центре, если помните. Но в итоге контроль воздуха порешал, потому что удалось пару викингов забрать. И в итоге либератор раскладывался, там удалось поднять его танк, базу в смысле. Ну короче, это тот случай, когда контроль в воздухе оказался наиболее важным. Поздравление от Фердрагона с тем, что он прошел вперед, в смысле в гранд-финал. Ну просто по последнюю карту, где два циклона как-то все развалили там. Вопрос, ты ожидал, что он уже вышел вперед, и ты типа циклона там хотел перехватить? На самом деле я просто хотел выйти вперед, там третью задержать, чем-нибудь такое. Я просканил, увидел, что ничего нет. И, ну, я просто поехал вперед, встретился с его армией. Ну как-то так получилось, что циклона в татуреле все убили. И на моей стороне там ксмки вроде в целом неплохо подрались. Я забрал пару викингов, там танки, еще что-то. Вообще, когда он пришел ко мне с танками, разложил все на натурале, я не думал, что все для меня хорошо, я подумал, что проиграл. Но, да, удалось хорошо отбиться, но, в общем, еще одна какая-то дикая игра просто. Клемм, короче, сам там не особо микрил этих циклонов и Рэйвена, которые убили Гейбу 23 раба. Он сам больше занимался обороной. У вас с Сэролом достаточно интересная история личных противостояний. Но на данный момент тебя можно назвать действующим чемпионом Европы, как ты смотришь на этот матч. Клемм говорит, в целом достаточно уверен. Ну, я смотрел игры Сэрола сегодня. Он очень круто все делал. Так что, определенно, это нелегкий оппонент. Победить я его, наверное, могу, но легко он, нет, не будет. Вопрос, чувствует ли он, что его форма как-то менялась по ходу турнира. Клемм говорит, да сложно сказать. В чем-то, может, чуть лучше, в чем-то чуть хуже, но не очень большая разница. Думаю, что форма нормальна. Главное, я стараюсь поддерживать концентрацию. У меня иногда бывает, что внимание уплывает куда-то. Но когда игры важные, конечно, я стараюсь максимально сфокусироваться. Фирр Драгон говорит, так, я понял намек, все, заканчиваю с вопросом и даю тебе время сфокусироваться. И Клемму дают финальные слова. Он говорит, да, нечего, наверное, говорить. Буду готовиться к гранд-финалу. Надеюсь, будут крутые игры. Игры постараюсь показать, свою лучшую игру. Надеюсь, увижу с вами на следующем интервью. Что ж, действительно, у Клемма с Эрелом есть некоторая история о противостоянии. Случалось уже Клемму с Эрелом обыгрывать на этих турнирах. Может быть, сегодня эта история повторится. За ним уже два челленджера. Почему бы не взять третий? Ждем гранд-финала. Итак, еще раз всем большой привет, кто будет смотреть нас в записи. Ну и тем, кто остался или успел подойти за время перерыва на прямую трансляцию. Мы в гранд-финале европейского челленджера, европейского этапа DreamHack Fall, осеннего сезона DreamHack 2021 года. И здесь будет ТВЗ. Соперника для Эрелом выясняли между собой два топовых терра на Европе. Это были Клемм и Хиро Марин. И вышло так, что победителем стал Клемм. И именно он будет бороться с Эрелом здесь в финале. Он появляется в правом верхнем углу. Карта Джаганатха на стартовый сет. Формат BO7. Матч до четырех побед номинально. Однако не стоит забывать также и то, что у Сэрела есть преимущество в одну карту, поскольку здесь сетка Double Elimination. Он прошел по верхней сетке. Он еще пока не проигрывал. В плей-офф, DreamHack. Ну, именно европейского челленджера. И, соответственно, Клемм, который одну серию проиграл, здесь находится в отставании. Поэтому в этом BO7 будет только шесть карт. Я не знаю, кто чиркал ту самую седьмую карту, но судя по тому, что вычеркнута была карта Romanticid, я подозреваю, что, наверное, ее брет должен был все-таки Зерк, а не Терн. Но, правда, на самом деле, возможно, другой вариант, когда никто карту не чиркал и просто две карты чиркнули, и потом выбирали карты. Соответственно, оставшихся четыре. И Romanticid, возможно, не то, что никто не чиркал, а никто не выбрал. Этот вариант мне кажется даже более, на самом деле, вероятным, потому что вроде бы он подходит не хуже других карт обоим. И поэтому логично, что он просто настолько нейтрален, что его в игре даже и не будет. Ну, а все остальные карты у нас будут. И начинаем на Джиганадхе. Но, очевидно, выбор Зерга. Тут, наверное, вариантов и вопросов быть не может. Сэрл на старте играет Хэтчери Газпул. И, соответственно, Клем играет через Рипера в команде Центра, в Акту. Вроде бы пока все стандартно. Давно Сэрл не добивался крупных успехов. Кстати, он сыграл через шесть лингов, обращаем ваше внимание. Как-то странно. Раньше мы говорили, что через шесть зерлингов играют, ну, типа более слабые зерги, кто не может микрить там и так далее. Но вот в последнее время мы видим же, наоборот, более сильные зерги стали играть через шесть зерлингов. Сэрл один из них, так делают и Дарк, и Роук нынче. Это подсказывает зрители, что в перерыве говорили, что романтицид оба не выбрали. Так что, да, вторая моя теория оказалась ближе к телу, так сказать. У Сэрла последний громкий успех на DreamHack'ах был в прошлой зимой на DreamHack Winter еще 2020 года. Уже, соответственно, в формате локдауна, уже в формате карантин на домашнем. Напоминаю, что как раз на предыдущем Intel Extreme Masters у нас начался карантин. Там в итоге часть игровых дней прошла без зрителей, и вот это вот все. Ну и все DreamHack'и с тех пор были в онлайне. И вот Сэрла то ли этот формат не так круто заходит, то ли другим слишком удобно играть из дома, а ему так же. Но в любом случае Сэрл вот тогда на зимнем DreamHack'е победил, и с тех пор каких-то ярких результатов у Сэрла на самом деле не было. Нельзя сказать, что он Клемму много проиграл в лочных противостояний. По сумме встреч он впереди, но среди последних встреч действительно были поражения. И на отборах на Team Liquid Star League, и на турнирах помельче, там на Лиге Next, ну и на ЕМ Катовице, конечно. Клемм победил тогда со счетом 3-2, да, с трудом. Тогда на ЕМ Катовице, наверное, это еще даже было сенсацией. И где-то вот ближе к концу весны, началу лета Клемм все-таки стал заявлять о себе как а то. Хотя нет, наверное, весной на ЕМе уже с Клеммом считались. Наверное, уже Dream тогда внес его в свой список. Ну, не расстрельный список, а в список топовых терринов. Помните, там он троллил разных ребят, Тивая, в частности, что он не входит в топ-3 мира, не говоря уже о Корее. Ну, в общем, посмотрим, что у Клемма получится сейчас. Интересно, что англоязычные комментаторы, была у них там такая фишка с прогнозами. Все подтопили за Серла, и зрители тоже сказали, что побеждать должен Серла. Ну, вот, видимо, так впечатлил он в финале Венеров против Хиро Марина. Но вот, с моей точки зрения, Серл Хиро Марина, Серл Клемм — это все-таки два несколько разных матча. При том, что в матче с какими-то другими игроками, которые не Рейнор и не Серл, ну, может быть, не такая уж и большая разница между Хиро Марином и Клеммом. И в каком-то там ТВП еще вообще большой вопрос, кто сильнее. Но вот именно здесь такое чувство, что Клемм ощутимо, скажем так, быстрее, что ли, доставляет этим зергам больше проблем. Ну, посмотрим. Пока Клемм тут катается кучей гелионов, их вроде бы 10. Дальше продолжается игра через мины. Ранний стимпак, поздние апгрейды, два медивака. Интересный такой стиль, немного необычный именно тем, что очень ранние мины. Так обычно в ТВЗ не играют. Здесь Сарал неплохо окружает этих гелионов. Гелионы всех лингов сожгли и осталось целых 7 штук. Да, 5, значит, их было 12. Окей, 5 гелионов потеряно в хорошем плюсе Клемм. Сарал потерял 30 лингов, ему придется строить еще. Это не очень крутые новости. А там дальше делается армори, и, видимо, первая фаза пуша будет с хеллбатами, и с минами, и с морпехами, со стимпаком. А вот интересно, будет ждать 1-1 из щитов? Ну, скорее всего, должен, наверное, ждать, я так думаю. Тем временем у Сарала уже 4 базы, все поставлены внизу. А вот зачем были мины. Окей, не в пуш они были построены, они были построены... Ну, вот, кстати, и личинки он убил. Сарал очень хорошо тратит личинки. Я как-то, когда еще пытался за зергов играть, ради интереса включал реплей Сарала. Ну, там, несколько игр проматывал, смотрел только на табличку юнита, и могу вам сказать, что больше 8 личинок при любом количестве хат у Сарала не копятся вообще почти никогда. Такая вот она правда соревновательных РТС, что как бы глубоко вы не понимали составов армии, и даже как хорошо бы не управляли этой армией, выигрывать будет тот, кто не копит личинки. А вы можете, мы можем со своим диванным Теарикрафтом сидеть в своей лиге драгометальном и рассказывать, как оно все должно быть, решает не это, к сожалению. Не то, чтобы Сарал ничего не понимал в игре, здесь от клемма очень достойная микро, морпехи разбежались как живые, как будто вместе с ним играют в эту же игру, в этой же сессии, еще 10 французов, у каждого из которых под контролем буквально 1 морпех, ну максимум штучки 3, и вот так вот клемм просто пришел, убил. Как это возможно вообще? Счет 1-1 на Беккете мы оказываемся. Да, как-то я хотел сказать, как там дела пойдут на оксиде, это мы еще посмотрим, какой там оксид. Играем без вычеркивания, Беккет Индустри, получите и распишитесь. То есть, да, Сарал явно ничего не чиркал. Теперь это становится втройне очевидно. В правом верхнем углу появляется клемм, на карте которую в матчапе ВТ не хочет играть никто вообще. Слева внизу Сарал. Эту карту мы в ПВЗ видим иногда. Ну, наверное, в ТВТ, может быть, особенно на ладдере. Ну, начнем с того, что 17-й пул. Билдордер, в который Сарал в принципе играет время от времени, не какая-то это уникальная ситуация с этим билдом, который, естественно, помогает сверхнадежно отбиться от любых прокси-бараков. Ну, напрячь спорный момент. Часто Сарал даже и не пытается напрягать с этого билда. Так, у нас там все прогноз закрылся, закрылся, окей. Все в порядке, стало быть. Ну что, пул готов, газ поздний. Здесь будет два линга, либо четыре, я не знаю, как Сарал хочет сыграть. Которые побегут там, куда-то отбегут рипера. Но часто Сарал их вообще даже в атаку не посылает. Мы это уже раньше видели. В предыдущих всяких разных сезонах. Клем приезжает, видит тайминг хаты и поедет на... А, вот зачем два линга. Не пустить. Но Сарал очень прикольно не пустили. Не забывайте, что в принципе так-то в СК-2 можно делать минерал вог в темноту. В отличие от первого Старкрафта. Поэтому можно нажать туда, чтобы проехал КСМ сквозь лингов. Но Клем ехал просто по рейт-клику. Уткнулся в лингов. Они несколько раз его куснули. И Клем уже понял, что пока он будет сквозь собак ехать, они его съедят. И рабочим развернулся. Но он увидел хату в лингов. То есть ему понятен билд. Ему, конечно, не вполне понятно продолжение. Но если там был под пуш-реведжерами, то хата была бы, по идее, попозже. Так что я не думаю, что Клем что-то опасается. Он спокойно строит факту. Подстраивает морпехов из реактора. Здесь у Сарова третья хата. Он вообще очень прикольно эти билды играет через пул. Что в ЗВТ, что в ЗВП. Это и соперника, по идее, немного сбивает с его темы. И самому Сарова дает какую-то инициативу на карте. Хотя, несколько условно. Потому что мув, ну не сказать, чтобы ранний. Все-таки там идет пул, хата, газ. Газ сравнительно поздний. Но вот сейчас мув доделывается. А доделывается на 3.30. А стандартный тайминг какой? Я просто по ЗВЗ знаю. Потому что надо знать, когда ждать забегания. 3.30. Он самый. То есть тайминг мува на самом деле у Сарова хороший. И он играет через Роуч Ворон. Не потому, что там... Я вот сидел, рассуждал, да, что против мидгейма самая надежная стратегия. Не думаю, что дело в этом. Не думаю, что Сарал, проиграв один раз, раннему пушу будет час в Роуче и катать все игры. Просто на Бэкет Индэстресс эти пуши еще сильнее. И мы видим уже не первого Зерга, который, оказавшись вынужденным здесь играть, выбирает Роучи. В принципе, как стиль. Роучи Реведжеров и так далее. Дальше можно вообще перестраиваться в Линго Бэйнов, если есть желание. Но можно играть и до Талова. Можно выходить в Алюру. Можно не выходить, как показывал нам, например, Блай на последнем выпуске EU Show, который я там на канале у себя еще не с той картинкой выложил сначала. Но уже поправил. Можно и не переходить в Люркеров. И другие есть варианты. Шо, Нинус, скажет зритель? А вот лучше пойти или посмотреть. С Минкой там хотел Клент прилететь. Хотел, прилетел. Не туда только. Ну, бывает. У Сарла под пуш на 41-м рабочем. Здесь Гелеоны пытаются нанести какой-нибудь урон. Клем возвращает спешно свою Минку. У него 3-я ЦЦ в стенке. Ну, как дела? У нас в городке у всех все окей. Да, здесь под Корозевбайлами тяжеловато вычинивать соплейки. Ой, Гелеоны отдались на Роучах. В идеальном мире Клем мог бы это подконтролить. И увести их в Мидиваке. А тут рабочие не могут проехать к бункеру. В итоге Реведжеры выбивают бункер. Чё там говорите, спрашивает Сарл. Реведжер пуша сложно играть, только Блай справляется. Конечно, Блай на самом деле такие вот именно играет редко. Поднимаются Реведжеры наверх. Но здесь от этого билда, с моей точки зрения, нельзя отбиться, играя... Вы же видите, да, 3 барака здесь стоят. То есть Клем сыграл не то, чтобы 3 ЦЦ в стимпак. Он сыграл 3 ЦЦ в мину и потом в бараке. То есть это очень ненадежный билд. Сам по себе. Там не было Баньши, и там даже не было раннего стимпака. Но против раннего стимпака этот билд уже плохо. Ну, в смысле, Роучи уже хорошо работают. Он уже плохо их отбивает. Третий сет, карта Лайт Шейд. Немного сложно не сбиться со счета, когда видишь цифры внизу. Но тут надо привыкнуть, что нам надо складывать цифры и больше к ним ничего не прибавлять. Потому что матч начался с 1-0. Ну и мы на Лайт Шейде. Справа снизу Сэрл, слева сверху Клем. Сэрл пока ведет. Ну и Лайт Шейд это карта, которая, в общем-то, когда-то считалась явно зерговской. Сейчас, с моей точки зрения, это уже не так очевидно. Но, в общем-то, нормальная кандидатура на выбор после Джаганадхи. Дальше, так сказать, зерговским вариантом будут, видимо, 2000 атмосфер. Ну а Клем, соответственно, взял бэкетоксид. И что там у него осталось? Что вообще там осталось, кроме 2000 атмосфер? Что-то мне не вспомнить на вскидку. Ладно. Билд у Сэрла интересный. Он играет 17-й газ, 16-й пул. То есть это билдордер, который очень похож на то, что было только что. За исключением того, что газ значительно раньше. И как Сэрла это будет использовать, сейчас посмотрим. Я не удивлюсь, если вот в этот раз это будет значительно более ранний реведжер под пуш. Не олыновый формат, а такой вот пуш первыми там пятью реведжерами, скажем. Ну, видимо, так оно и есть. Достаточно важная задача изо всех сил сделать вид, что билд такой же, как в прошлый раз. То есть это стандарт. И, да, Клем приезжает, видит, что хата поздняя. Тут же разворачивается, видит лингов. И вот они его опять дальше как бы не пускают. Хотя, опять-таки, мне непонятно, почему не проехать на Минералокт. Клем бы, мне кажется, все увидел. Но, возможно, я что-то туплю и не прав. Окей, вот. Теперь он заезжает и видит Роуч Ворон. И Сэрл отменяет его на такой поздней стадии. И тут же заказывает мув лингов. Ну, точнее, нет лингов. Он уже раньше заказал мув, в смысле. Интересно. В итоге Клем ставит бункер наверху. Команды центра внизу он отменять не хочет. Потому что явно успевает его достроить, конечно. Но он вложился в бункер наверху, который пока потом, в смысле, продаст. Но я не думаю, что это хорошее начало для Сэрла в целом. То есть, хорошо, конечно, что он не будет идти убиваться об Клемы, который разведал. Но то, что ему приходится в итоге поменять планы, это не очень круто. Его билд экономически не такой сильный из-за более раннего газа. Ну, то есть, у него банально дроны не добывали, минералы какое-то время. И его все тайминги там будут чуть-чуть похуже. Кроме тайминга мув и лингом, конечно, который будет просто раньше. Хотя, ненамного. Вот, как мы видим, в итоге получится-то, дай бог, на пару секунд. Потому что, да, газ раньше, а пул позже. Ну, как-то. В общем, все равно на 3.30. Окей. Как веничка из повести Москва-петушки, да. Как ни крути, а все равно. На тот же вокзал приходит поезд Церла. И ровно в 3.30. Я, правда, забыл, на какой он там шел-то. На киевской, кажется. Ну, что ж, план B. Линг-флут. Прекрасный вариант. В платье не почти каждый топовый зерк играет такими билдами. Да, ну, здесь у Клема крайне специфические состав армии, которые трудно убивать какими-то там 10 лингами. Да не, на самом деле, Сарвелл и не собирался, конечно, лингами по платиновому забрасывать оппонента. Он забежал просто, чтобы потянуть времени немножко. Он прекрасно понимает, что сейчас опасный тайминг, когда ему нужно чем-то отбиваться от первых биллионов. Единственное средство, которое на такой стадии игры есть у Зерга, это линги с мувом, естественно. Поэтому вы их стандартно дозаказываете. Это обычная тема. Ну, там прогеймеры часто останавливаются буквально на 14 лингах. Любителям советуют делать побольше. Но Сарвелл не то что любитель, Сарвелл просто понимает, что там ждал атаку Клем, поэтому у него наверняка циклончик какой-нибудь есть. И, короче, надежнее будет сделать больше. Ну и у самого Сарвелла крипа не так много. Хотя, в принципе, он все равно хорошо над этим поработал, и крип тут протянут уже весьма. Вот говорят, на Курский вокзал шел. Окей. Венечка, в смысле. Который в петушке ехал, ехал. И не буду спойлерить, скачайте и прочитайте, что я вам буду рассказывать. Доехал он или не доехал. Плеер почти готов, Сарвелл до Тир 2 почти доехал. Его поезд идет, как завещал Дамблдор, вперед. Да, лучше на Гелеонах не отдавать лингов. Хотя этот камень пробить это хороший задел на будущее, потому что он достаточно сильно укрепляет позиции Террона при пуши с этой стороны. Но клемму есть чем прикрыть. Не то, чтобы он тут сражение за камень, конечно, проводит. Есть у него уже стимпак, дается скан, минус 2 опухоли. У Сарвелла Бейна, конечно же, пока медленные. Лейр доделался только недавно. Скорость Бейнам заказана ранняя, но... Умеренно ранняя, естественно. Много трансфьюзов, но просто не хватает. Ох, как Клемм перефокусил Бейнов. Не скажу, что это было очень сложно, потому что Бейны с этой стороны были единственной целью. С другой стороны забегали линги, чтобы просто принять на себя урон. Но не получилось. Клемм, скорее всего, не стал полагаться на оклик, а все-таки перефокусил этих Бейнов по одному. Не ошибся ни разу. И этого было достаточно для того, чтобы закончить игру. Ну что, счет 2-2. Отыгрывает Клемм, отданная на ревейджерах партия. И мы отправляемся на карту Oxide. Четвертый сет. В правом верхнем углу появляется Клемм. И слева внизу Serral. Который в этот раз вроде... А, ну пока мы не можем, на самом деле, определить, что он там в этот раз играет. Можем определить, что Клемм пользуется искусством, доступным далеко не каждому корейскому прогеймеру. А именно пьет воду из бутылки одной рукой. Рассказывали нам тут зрители, знакомые с восточным менталитетом, что, возможно, все это как-то связано с культурой и того, что младшие должны наливать старшим. И всегда очень почтительно, двумя руками обязательно. Возможно, с детства, типа, вбивают это и сложно переучиться потом, не знаю. Сам в Корее не был, за что купил, зато и продаю, как говорится. Или не продаю, а просто показываю. Ну, у Serral в этот раз стандартный билд, хэтчери Газпул, как в первом сете, который для Serral оказался не больно-то удачным там, на Джаганатхе. Клим в каждом сете делает разведку рабочим. Ни разу мы не видели, чтобы он прохалявил с этим вопросом. Ну, здесь стандартный билд, Serral 21-го раба отправляет на минералы. И дальше должен снимать рабов с газа, по идее. Чтобы бустануть именно минеральный инком, да. И заказывается мув. Доделается на каком тайминге? Ну, по идее, не на 3.30, потому что снимаются рабы с газа, и именно из-за этого тайминга где-то 3.40, наверное, должен получиться. Ну, посмотрим. Пока что 4 линга, а не 6. В чем разница между этой картой Джаганатхе? Может,раж дистанц разный? Я не знаю, признаться. Не владею я этой темой 6 лингами. А, так, наверное, все проще. Из-за того, что тут есть возвышенность, королеве, в принципе, легче. И поэтому Serral, возможно, не стал напрягаться. А базу он в этот раз ставит треугольником. Кстати, я тут припоминаю, что как раз Serral обычно приплетали, когда говорили о том, что вот новая мода ставить базы, третья треугольником, и потом еще над ней базу, как бы над мейном, то есть еще дальше замыкая этот треугольник. А клемм нам показали, играет в этот раз 30CF2 барака, то есть был дардер, который уязвим, опять-таки, Крауч ревенжеровым пушем. Но вот насколько Serral на оксиде готов так играть, на карте тоже с возвышенностью, да, то, что помогло ему отбиться от рипера, ему явно не поможет, когда он придет пушить ревенжера. Так что тут... Карта, конечно, о двух концах. Как и палка. Кто про что, а протас о палках. Красиво Serral успевает везде буквально тремя королевами, но красота, она, как известно, в подготовке. Здесь подготовка в расстановке оверлордов, хотя я не до конца понимаю, почему два овера вместе висят в одной позиции. Я бы сместил одного левее, но Serral почему-то не смещает. Может быть, опасается викинга. Пытается тут доесть ему эту ударную группу. Остается один битый гелион, и это Линген. Забираясь друг на друга, как в зомби в фильме «Война мира в Зе». И в игре, кстати, недавно русская студия «Сейвер Интерактив», ну, уже, наверное, давно, но как бы выпустила тоже игру, которая никакого отношения к фильму не имеет, кроме паралокаций и того, что как раз они могут залезать друг на друга. Я поиграл, мне не зашло, но держу вас в курсе, так сказать. Ну, что, у клемма перелетела орбиталка этого гелиона, он оставил в итоге дома в обороне, такой тест на F2. Можно предположить, что есть такой полезный для жизни любого старкрафтера витамин, который называется F2. Ну, а тут на него такой, так сказать, анализ сдаёт клемм. Многовато уже королев, пара медиваков не справятся, просто потому что сами медиваки могут эти королевы фокуснуть, но зато клемм удачно поймал оверлорда, забирает его. Тут переход опять, плюс два барака, мины, 1-1. Ну, клемм на своей волне, про него и про мины уже не говорит, наверное, только ленивый. Сам клемм не ленив, поэтому, когда он выиграл предыдущий европейский челленджер, насколько я помню, он написал там спасибо всем, маме, папе, команде за поддержку, болельщикам, а ещё спасибо минам за то, что они есть в игре. и поставил смайлик клоуну. Ну, Рейнер тоже в своих интервью часто говорит о том, что ох уж этот клемм, 50 мин по всей карте, вся фигня. А бузит он замечательно эту механику, и получается у него, наверное, лучше, чем у всех остальных. Одно время Дрим очень хорошо тоже использовал мины, но на уровне клемма Дрим вопрос, играл ли когда-нибудь? Наверное, нет. Ну, хотя, может ещё заиграть. Вот на старше всё-таки. Вот, фирменная зерговская начинается. И это не сорт пива, к сожалению, хотя в баре опущенные сопла и могли бы такое подавать. Кстати, в баре опущенные сопла у нас, наверное, будет скоро анонс. Когда будет, тогда и будет. Но сейчас модно делать анонс-анонс, некоторые даже делают анонс-анонс-анонс, поэтому Ладно, забегает три медиваг пехота. Так и не удалось убить даже одну королеву. Тут очень прикольная оборона с минами. Сэрл успевает чуть-чуть отвести Бэйнов. Там он лабораторию прикольно задел. Если клемм не заметит, то она может сгореть и обгодить на мины может не доделаться. Это облегчит Сэрлу жизнь, потому что мины со скоростью закопки, конечно, это еще жестче кажется сгорела лаба. Они просто идут вперед, а клемм, понимаете, он может не заметить, что лаба сгорела. И в итоге он все будет ждать и смотреть, что-то они не закопаются. Ну, наверное, сейчас доделается. Вот прям думаю, что так и будет. нет, лаба заказана. Отшарят мелкие. Ладно, с хайграунда тут клемм продолжает воевать. Сэрл пока отступает, ему надо Бэйнов дождаться. Грейт на закупку отменен, видимо, был по мисклику. Ну, а может быть, просто я решил, Сэрл, что очень нужны деньги. Он заказал инфестейшн пид, так что вряд ли речь идет о том, чтобы заказать там лишних четырех бэйнов. Скорее всего, просто мисклик случайно произошел. Да, апгрейд на скорость закупки мином заново заказан. Тут как попадает по этим бэйнам, то господи. Сэрл пробивает стенку из сатлаев. Ну, убивает 8 ксм. Когда остается 71, знаете, оно как-то не очень страшно. Если 8 пробили, пробили, пробили. Грейд 2.2 почти готовы уже. Но у Сэрла они будут одновременно с клеммом, так что какого-то преимущества не получит терринг. Очень здорово Сэрл сплитит пехоту от мин. Здесь вообще не успела одна закопаться. О них приходится много все время говорить, потому что они оказывают очень несущественное воздействие на ход игры. Очень часто зерк и круто отмикривает и успевает там везде сплитить и так далее. Но в какой-то момент его таки заманят на мины и потом террин может допушить. Но наверное это все-таки пока не та ситуация. Вот эта игра выглядит так как обычно выглядит. Игра через линго линго бейлингового зерка через макро хату и вот это вот все. У меня джаганадхи что-то конечно явно пошло не так с таймингами. Глент по-прежнему здорово фокус это домикривает что может но когда идет на крипе сражение то может террин не так много уже там тем временем 6, 7, 8 бараки перелетел 4 командный центр летит 5 командный центр а не летит он заказан так в районе 5 баз прикольно еще один скан частицы крип уже за половиной карты медиваков очень много а клемм начинает только сейчас добавлять мародеров до этого времени он строил в основном морпехов так я не понял а там пехота погибла что ли которая с теми медиваками была там же много было ну ладно у клемма в заказе очень много у него 180 лимитов сумме он продолжает дикий пуш сэрл там ставят люркер дэн я даже не очень понимаю есть ли у него деньги для того чтобы перейти в люру и есть ли у него время чтобы заказать гидру ждать когда она заморфится но справедливости ради она не очень то прям долго морфить окей клемм микрол сколько мог в итоге улетает плетет тут кружева пустыми медиваками летит домой полными медиваками летит убивать хэтчера за номером семь ну и шестую базу есть макро хата не добываем семь гидролисков в заказе ну как-то вот надо дожить до момента когда люра появится когда она появится будет чуть легче потому что либераторы только-только начинают заказываться там походу был только закопанный все-таки бэйн хотя я не видел чтобы закопка доделывалась но может пропустить ну то ли сэрл вкатился пока клемм не видит много он юзает холд обратите внимание чтобы не пускать юнитов на мины на просто пехоту там по частям прикольный такой момент да у сэрла есть закопка но может быть она или тогда доделывалась а не была отменена или сэрл сделала и отдельно не суть тут же госакадемия у клемма он вред люру то еще и не видел будто бы может кокона видел но в любом случае понимает что там будет плера здесь закопанный линк прикольно развел соперника на скан сэрл видно что мало затеррано играет и эти не там закапывают не угадывает с тем где надо ну теперь это клемм точно увидит люру перекапывает я сэрл подальше пока очень не хватает апгрейда на дальность даже получается банальными мародерами помикрить император такой ну промахнулся слегка буквально за рулем Александр Киржаков поэтому чуть-чуть либератор мимо разложился бейна взорвались в гостов госты ребята крепкие пережили там у бейнов судя по цвету внутри как раз газ тиразин так что госты такие хорошо ну что наконец-то пехота заходит на бейнов сэрл нажимает х ну и честно говоря не то чтобы это прям супер окупилось что там 4 морпеха погибло 5 клемм такой о зашибись лимит освободился от мусорных юнитов заказывает дальше гостов и либераторов кажется часть гостов погибли на люре по вайперам влетела емп зато играет на скорой закупке на подходе 3 армор сэрл делает вторую дистанционку 3 коготь он пока скипнул так достаточно часто делают зерги я помню меня в 18 удивляло что зерги добавляя даже гидру никогда не делали апгрейд на атаку гидре делали 3 3 3 коготь и все играли через гидролинга бейнов с гидрой на атаку 0 прикольно сарок забегает люркером параллельно забегание в левой части карты клем которые любят сам навязывать по всей карте экшен здесь немножко не в своей тарелке а там линги даром что с плюс 2 у них адреналин зато есть поэтому они конечно урона наносят очень прилично спрашивать сколько потери да к сожалению в этом интерфейсе видно потери только по отдельной клавиши так что нам их редко показывают плюс 3 на технику чтобы дольше жили медиваки и мины делает отдельный апгрейд клемм ну и игры дына здания на прочность на дальность атаки турелям планетаркам турелям не знаю пригодится ли но если сэрл пойдет в брудов то как знать закопали слинги в кусте никто не заметил тем временем сэрл с паразитическими бомбами наламывается на либераторов бэйнами выбивает планетарку либератор таки выжил там чуть-чуть вайпера не хватает урона чтобы убить некоторых юнитов типа либератора например и типа медивака например медивак не погибает с паразитической бомбы переходит в атаку клемм тут потенциально очень мощная армия ее как бы точно так же можно все отдать на бейнах если не уметь микрить но если уметь то она конечно может очень много перебить один гост там кажется только погиб но сколько же снайпшотов тут прилетает по королевам все которые не ушли развалились ну или можно повернуть по другому все которые не развалились ушли 185 на 102 лимита какие ваши прогнозы сколько ммр нужно у аналитиков чтобы предсказать победителя в этой игре 38 тысяч потерь на 25 кто там ставил минимум 10к тот был с запасом прав да очень хорошее преимущество примерно 45-50 процентов то что как правило нужно бегать терроном чтобы побеждать вот к этому моменту потому что все-таки зергу чуть легче занять свою половину карты 6 баз а вот террона 6 как правило на всех картах дается тяжеловато и если к этому моменту у него нет преимущества по потерям то зачастую может оказаться так что вот тут зерк то его и задавит а здесь клемм разминился так здорово что задавить пока зеркало не может однако сарал классно держится на люре пытается восстановить лимит у него 60 рабов всего правда ух какой френдли файер сочный по ксм хотел закопаться сэрл а там я не понял то ли скан был аутурели кстати с апгрейдом на дальность атаки не апгрейдится дальность детекции кто знает срочно нужна пояснительная бригада ну или не срочно можно в комментах на ютубе написать обычно там я нахожу ответы на кавер знали вопросы у меня же нет под рукой своих добрых духов джина и тоника поэтому что ж у клемма зато все при себе карта 2000 атмосфер будет в пятом сете я-то думал что мы ждем ее на шестой но она появилась немножечко раньше она все-таки стала выбором зерга последним а не террано здесь сэрл должен вернуться в этот матч чтобы пробить себе путь в десайдер или в очередной раз уступить дорогу вот этому улыбчивому улыбчивому молодому человеку который пока что выиграл денег в 9 раз примерно меньше чем сэрл насколько я помню в районе 100 тысяч у клемма сейчас доходов с призовых у сэрла примерно 900 есть еще конечно зарплаты и так далее которые в это все не входят но в любом случае скорее всего и здесь сэрл на данный момент более успешен хотя с момента когда клемм оказался в ликвид наверное у него достаточно хорошие условия как бы то ни было сэрл выбирает стандартный опенинг на атмосферах но в предыдущей игре действительно все у него было неплохо то есть он по крайней мере нормально пережил мидгейм но в люру он конечно выходил уже в некотором смысле так вцепившись зубами в игру потому 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 что пару раз там клемм его уже жестко переконтролил и убил ему правую нижнюю базу но по крайней мере сэрл в ней вышел протянул время неплохо харасил можно сказать будто бы выглядит так будто бы сэрл прибавляет в каждой игре но видите дистанция может оказаться недостаточной но с другой стороны в каком формате финал тогда играть бо 69 может быть клемм сам в интервью жаловался что у него не всегда все хорошо с концентрацией на играх но пока видимо он предельно сконцентрирован 6 лингов просто для протокола вы конечно тоже видите табличку продакшн тем более такого размера сложно не заметить наверное главное преимущество этого интерфейса я подозреваю при просмотрах на мобилках удобно потому что иконки крупные но к сожалению чуть менее информативно в целом но как раз все маленькие элементы из интерфейса убраны не могу сказать что мне он нравится я сам предпочитаю по прежнему классический геймхард но нормально тем временем в этот раз утерана будет старпорт неужели на этой карте опасается реведжер вообще они тут чуть хуже работают но это если говорить о том чтобы прям подниматься на мейн поздние пуши не обязательно должны это делать достаточно ксм на натурале поубивать сэрл залетает по траектории из-за натурала вот по этому маршруту он не висел там на жердочке он полетел облетел минералы за натуралом и увидел не знаю кстати что наверное старпорт увидел клемм решил построить рейвена очень специфический юнит твз мне кажется что во многих играх где мы видели рейвена терран проигрывал либо по крайней мере рейвен был совершенно бесполезен посмотрим может быть клемм что-то здесь придумывает пишут что клемм там зажигал инвиз баньша момент провтыкал для сарла это не значит ничего особенного у него довольно ранний лейер может быть он поставит какую-то спорку не думаю что для него это но теперь он уже увидел рейвена спорки две кстати стоят все равно не знаю она достроилась или отменена там одна может быть сарл рассматривает вариант когда баньша все равно прилетят после рейва это маловероятно но кто его знает все это нужно чтобы чистить кри поэтому тут никакой армори никакого хелбат пуша с авто турелями клемм просто катается прикольная застройка с камнем у меня флешбеки к застройке со шпилем глухой на карте destination чтобы гелионы не проезжали застройки зазерков вообще в бв это было крайне специфическая история надо под каждую карту надо было учить где что застраивается ладно 20 лингов потерял сэрл но почти всех гелионов перебил в итоге очень неплохой размен тут остается у клемма 4 битых гелиона но они убивают криптуморы ничуть не хуже чем новые поэтому пока что клемма все устраивает может не устроить его мута потому что да катается классно крип чистит очень здорово прям сэрл вынужден тонну такой с моей точки зрения очень морально тяжелой работы выполнять потому что я вот ненавижу одно и то же делать снова и снова в старкрафте к счастью этот этап повторения в основном присутствует на этапе ранней игры поэтому как-то можно его за кулстори пропустить а вот такая цикличная работа когда ты сделал забрали сделал забрали сделал забрали меня просто все время убивал а у сэрла с крипом сейчас именно такая ситуация но для твз это норма то есть в принципе хорошие террены и зерги учатся получать удовольствие от этого процесса от соревнования так сказать очень здорово клемм фокусил лингов чтобы они не могли разрядить мины но в итоге в этот раз на мой взгляд мины сработали для террена ужасно они таки выдали френдли файр от души там по пехоте и ничего клемм не наконтролил и сюрприз здравствуй клемма новый год так сказать прилетают в моталиски инфы по ним было ноль они убивают 6 ксм сэрла правда очень поздние грейды делается апрель закопку забирает клемм линга с башни зелнага под 2-2 уже есть армори так что можно и оставшихся делионов холбатов разложить их там и медиваки подхилили бы если бы были ближе вперед но тогда по ним стреляли королевы так что не факт что это хорошо сэрл фирменным приемом практически всех топовых зергов уже в последнее время закатывается но забирает 8 ксм там есть еще одно забегание в ту минеральную линию отбивается ли сэрл в принципе здесь это огромный вопрос посмотрите какой пресс-плит от клемма потрясающий обычно да в такой ситуации то что было в контратаке прибегает помогать в обороне а здесь это муталиски это юниты которые ну не то чтобы да что-то могут gg к сожалению к сожалению мы не увидим финального шестого сета сэрл наверное ругает себя по-фински последними словами я знаю из них только одно но не буду говорить чтобы ютуб мне потом не заблочил монетизацию так что просто поздравляем клемма в приличном формате исполнение моментов у него на высочайшем уровне вот наверное очень давно не было террано который реализовывал бы любой момент то есть очень часто мы видели мне кажется наверное одним из самых ярких представителей такого племени можно назвать спешла видели вот такие моменты когда вот приезжает атака там вроде все так классно есть мародер с замедлением там циклон хелбаты и это все так круто выглядит ты прям чувствуешь как это должно работать но потом что-то ты постоял 15 секунд там выбили жили линги тут не подконтролил юнита его убили королевы и что-то ну ладно все это уехало домой и ничего не добилось и у терранов в принципе такого бывает очень много потому что в какой-то момент они себе говорят ой все короче буду дома строить ксм клемм не отпускает момента то есть если он приходит атакой и там есть простор он вот видите иной раз там может отдать ксм но я имею ввиду где-то на третий куда там забежали линги но свою атаку свой пуш он всегда доведет до конца и все что нужно расплетить он расплетит и в принципе действительно вот именно в матчапе ТВЗ а грехов таких в микроконтроле у него очень мало если бы он подтянул ТВП на более стабильный уровень тут вообще можно было бы какие-то громкие вещи говорить но не исключено что клемм поедет снова в роли победителя Европы на финалочку в Дримхак а там ему попадется какой-нибудь зун и мы скажем ой ну может в следующий раз но по крайней мере в Европе и по крайней мере против зергов которые тут обычно вместе с клеммом доходят до финальных этапов у него по-прежнему все на уровне ну это не может не радовать то есть такой геймплей действительно приятно смотреть у нас есть конечно еще один топовый зерг по геймплею в ТВЗ это Мару который в последнее время абсолютно другие вещи показывает в том числе говоря о том что там его физические кондиции иногда не позволяют ему играть так много пехотных опенингов дабл дропов и так далее и поэтому он начинает искать свои лазейки через механизацию через циклонов но эти игры уже давно есть у меня на канале в последнем Маст Си были игры эти с Мару ну а в этом Маст Си наверное что-то возьмем и в том числе из этого финала но посмотрим еще что Август нам принесет скоро начнется Корея со своими возможно интересными заготовками в том числе которые хочется показывать в подборках самых крутых игр потому что вот чего не хватило в гранд финале в этом безусловно так это какой-то вот упорной борьбы в макро да Сэрл классно фу Клем классно переигрывал Сэрл там прикольно обманул пару раз погодите почему пару один раз один раз обманул но в принципе Клем запушил да и это было на всех картах сравнительно быстро такой вот упорной борьбы не хватило так что да вопрос а что собственно на Маст Си отсюда вставить вроде прикольные игры прикольные посмотрели интересно есть что-то в Маст Си ну не знаю но в любом случае мне не жалко этого вечера на этот финал посмотрим будет ли у нас интервью с Клемом видимо да кажется у нас звук только Клема вопрос был очевидно как ему очередная победа он говорит все очень классно и он сейчас очень просто счастлив по-прежнему мы не слышим вопросов придется догадываться Каби будешь коммитить финал Америки нет поставлю хост на 3D Клема говорит что он переживал из-за того что очень рано упал в нижнюю сетку явно его спросили о том ожидал ли он победы здорово здорово что удалось в итоге пройти по лазерам и все сделать надежности он не чувствовал в общем Клем пока клацает твиттер видимо в какой-то вкладочке чат на твиче все дела Клема говорит что не особо тряслись у него руки и ему не надо было особо готовиться потому что многое у него уже готово для ТВЗ изначально в принципе у него готовы макростандарты он не ожидал короче что Сарел будет чизить особенно после Байкета было ему что сказать себе ну в том смысле что просто ну блин я такого не ждал вообще говорит ТВЗ это такой матчап ты просто идешь делаешь билд идешь в атаку но дальше у тебя микро-макро-мультитаск типа исполнение считает Клем что сегодня он исполнил хорошо с этим поспорить трудно привет зрителям братка но я вас сейчас отправлю на 3D потому что у нас уже закончился европейский финал дальше будет американский я его не стримлю но спасибо за рейд клемм говорит что это не знаю что особенность ТВЗ видимо то что не требуется какая-то особая подготовка что касается ТВТ например против Хиро Марина у него была заготовка на каждую карту а когда он идет в ТВЗ пусть это Сэрл то у него просто ну надо нормально сыграть свою тему и все ну что касается стратегии в последней игре я просто подумал что при таком счете вряд ли он пойдет в ол ин с роучами и поэтому решил сыграть вот в такой стиль и сыграл типа нагло вышел в рейвена это сработало это халявный билд так что конечно если бы он пошел в роуч и реведжеров ну да был бы билд ордер луз клемгорыч что не был прям сумасшедшил верен в себе но ощущение было такое что если удастся реально круто сыграть то можно выиграть ТВ за его лучший матчап и у него никогда не трясутся руки чтобы он не знал что играется и так далее ничего не работает такого нет конечно он понимал что может получиться по-разному но в целом был уверен просто в своих силах подъехаться видимо вопрос был про то финал с Сэрэллом, это что-то особенное или нет. Клемм говорит, что, ну, конечно, приходится пробивать свой путь, ну, видимо, типа на вершину. И в ситуации, когда я еще должен выиграть больше карт. Ну, в общем, стремновато с ним играть. Но он говорит, что у него в основном были проблемы с Маринлордом, конечно, в верхней сетке. С Рейнером так было плотненько. И поэтому в последней игре там определялось, кто пройдет финал сезона. Так что поэтому пришлось понервничать. Вопрос все-таки был, походу, не про это, а про то, насколько он нервничал там перед игрой. Приходится угадывать, видите, по штампам. Обычно все-таки вопросы сравнительно стандартные. Но угадать удается не всегда. Клемм говорит, видимо, по поводу результата матча, что, может быть, он был чуть лучше готов. Скорее всего, был просто, ну, не день с Эрла, когда все для него было чуть не так. И это не то, что вот можно прийти, «О, окей, сейчас я все это могу пофиксить». Ну, так бывает, типа. Вопрос, видимо, был о том, считает ли он, что он окончательно сильнее Эрла. Клемм говорит, что он в этом сезоне, например, был очень близок к тому, чтобы проиграть Рейнеру, не попасть на финал сезона. Видим вопрос про то, считает ли он себя фаворитом сезона. Не считает он себя каким-то фаворитом ярким финального ивента. Там очень много сильных игроков, которые могут взять у меня серию. Так что, да, это, конечно, тяжело. Но я верю в то, что это возможно. И последние слова болельщикам, что смотрят игры и топят, даже после тяжелых матчей и обидных поражений. В числе фанатов его батя, который смотрит на телевизоре, в большом экране. Ну и, конечно, вот этот секретный компонент победы. Ну а, в принципе, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, да, говорит, донатьте еще. И Клемм всем говорит бай-бай. Ну что ж, я тоже всем говорю бай-бай. Лучше было сказать это в начале трансляции. Но не получилось в начале, так скажу, в конце. Спасибо всем большое, кто смотрел, комментировал Каби. Прямую трансляцию я отправлю сейчас в хост на канал 3D, у которых продолжится стрим американскими финалами через какое-то время. Не знаю, через какое. Финалы Европы подошли к концу. Полная сетка на ваших экранах. Ну, я посмотрю, видимо, на Ютубе до этого матча я еще повыкладываю что-то из интересных игр. Знаю я, что там было что посмотреть. В общем, еще не решил, как со всем этим контентом разберусь. Но в любом случае самое крутое мимо нас, по идее, не пройдет. На сегодня у меня все. До новых встреч в эфире. Пока.